уже пять дней как у меня в работе данный роутер от компании netis и знаете он мне понравился даже больше чем старый роутер tp link который начал хандрить и который пришлось заменить роутером netis в этом видео расскажу особенности его настройки ну что поехали здравствуйте дорогие друзья и зрители моего канала ну во первых я протестировал силу сигнала роутеры то есть расстояние на котором перестает ловить сигнал мой смартфон расстояние составила около 37 метров через стены нужно понимать что я сейчас живу в деревянном доме это знает что при капитальных стенах данное расстояние будет меньше во вторых протестировал скорость интернета как видите скорость более чем убедительно высокоскоростном интернете но теперь давайте посмотрим все наглядно роутер поставляется вот в такой упаковке данные трехантенной роутер маркируется как wf2409 и производитель гарантирует скорость до 300 мегабит в секунду нам же вполне хватит 100 на упаковке практически все надписи на английском языке но есть наклейка на русском где показаны или указанные характеристики роутеры а 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 при открытии нас встречает гарантийный салон на русском языке а также инструкция на мультиязычном сам роутер на передней панели находится ряд сигнальных диодов которые говорят об исправности или аварийном состоянии той или иной линии подключены к определенному LAN порту а сами порты количество пяти штук один порт синего цвета предназначен для подключения кабеля интернет провайдеры остальные порты для подключения различной техники у меня подключен компьютер умная колонка с алисой и камера наружного видеонаблюдения также имеется гнездо питания роутеры на задней крышке расположена информация о входе в интерфейс роутера для его настройки прошу обратить особое внимание что компания Netis изменила адрес хода если раньше он был 192.168.1.1 то теперь стал 192.168.1.254 также прошу запастись лупой буквенное обозначение очень мелкие и я при вводе пароля перепутал букву O с английской D на что потратил некоторое время для входа кстати матерился правда кто бы слышал также изменилось имя пользователя если раньше оно назначилось как админ то теперь это GUIST или JUIST в английском я не особо силен в комплекте идет Ethernet кабель для подключения к компьютеру и блок питания ну что теперь нужно подключить к роутеру все необходимое и настроить вот подключил все нужные кабели и у меня остался еще один свободный порт теперь о самой настройке она довольно простая если не ошибитесь в буквах и паролях как это было у меня при входе в поисковой строке браузера набираем адрес 192.168.1.254 в открывшемся окне прописываем имя пользователя и пароль указан на задней крышке роутера после этого мы попадаем в интерфейс роутера в быстрой настройки выбираем тип соединения у нас это будет PPOE далее берем ваш договор который вы заключали с провайдером там находим ваши имя пользователя и пароль доступа вписываем без ошибок ниже назовем ее свою сеть так она будет отображаться в поиске Wi-Fi на доступных устройствах ниже придумаем пароль доступа к вашей Wi-Fi раздаче после чего кликаем сохранить и все теперь можно пользоваться интернетом а на этом у меня все если подписчик моего канала то не звук про лайк а если зритель то прошу подписаться кстати у меня теперь появился канал на видеохостинге платформа ссылка в описании и закрепленном комментарии забегайте добро пожаловать а теперь точно все всем спасибо до скорых встреч ваш Андрей Бабайк всем пока пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok